В Ольховском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении отца малолетнего ребенка. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, вел себя агрессивно и устраивал дома скандалы. Подозреваемый допускал и недолжное поведение по отношению к своему трехлетнему сыну, оскорбляя его, беспричинно ругая и применяя физическую силу. Он сознался в содеянном и будет поставлен на учет. В случае, если многодетный отец не изменит своего отношения к ребенку, полицейские выйдут в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав. Два факта незаконной перевозки сомнительной алкогольной продукции пресекли сотрудники отдельного батальона на посту Чепорняковский. Оба водителя пытались перевезти этиловый спирт в канистрах с документами, вызывающими сомнения в подлинности. По данным фактам проводится проверка. Мошенники продолжают обманывать волгоградцев. Так, жительница Дзержинского района лишилась 50 тысяч рублей после того, как поверила незнакомцу, который представился банковским работником и сообщил, что ее карта заблокирована. Пенсионерка из Кировского района продиктовала данные своей банковской карты неизвестному, который якобы хотел снять у нее квартиру и внести предоплату. Вместо обещанного аванса женщине пришло оповещение о том, что с ее счета списаны все деньги – 67 тысяч рублей. Аналогичный факт зарегистрирован и в Николаевском районе. Местный житель через интернет-магазин пытался купить лодку. Он оставил данные из своей карты продавцу, тот снял с нее деньги и исчез. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть.